Диалог общественных организаций с властью Ненецкого округа налажен. Об этом было сказано на встрече Общероссийского народного фронта с губернатором региона. В тесном взаимодействии с органами власти в округе удалось реализовать несколько крупных проектов, в том числе имя героя школи, губернаторская библиотека, участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион России». На встречу подвели итоги совместной работы и наметили план на 2017 год. Одно из направлений совместной работы органов власти Ненецкого округа и Общероссийского народного фронта – развитие системы образования. Так, в 2016 году профильным департаментом и общественной организацией разработана концепция развития кадетского образования в регионе. Началось внедрение инклюзивного образования. На базе трёх опорных школ номер 4, 5 и коррекционной школы загуплено необходимое оборудование, разрабатываются образовательные программы. Для полноценной работы с детьми с особым развитием необходимо готовить кадры. Родители всё-таки указывают на неготовность школы работать в инклюзивной модели. Это очень тяжело на самом деле. Здесь, опять же, по поручению президента мы проведём опрос педагогических работников на предмет готовности по работе с детьми данной категории, а также изучим как позитивный, так и негативный опыт инклюзивного образования. Конечно, мнение и предложение самих образовательных организаций. Это у нас запланировано на 2017 год. Игорь Кошин педагогов поддержал и отметил, кадровые и материально-технические вопросы необходимо решать. Мы должны предоставить возможности нашим педагогам для повышения своей квалификации. Это мы должны сделать за счёт оборудования. А по руководителям давайте смотреть, потому что всё необходимое оборудование должно быть. Это не так дорого стоит на самом деле. Просто нужно соблюдать норматив по АУПу, так называемому, правильно? И тогда появятся денежки на всё остальное. Рассказали общественники и о вопросах, которые необходимо решить в 2017 году. Например, любительская рыбалка в сельских населённых пунктах, доставка детей оленеводов в тундру на летние каникулы, мероприятия погоды и экологии. По статистике, более 90% обращений Общероссийского народного фронта к руководству региона находит отклик. Львиная доля вопросов, которая волнует жителей Нинецкого округа, решается совместной работой общественной организации и органами власти региона.